О такой погоде, как сегодня, принято говорить, что хороший хозяин собаку не выгонит. Но дождь – не повод отменять тренировку. По тренировочному плану – кросс, дальше зал, и так каждый день, как на работу. Хотя для Алексея Адрова это и есть работа. Помимо учебы в университете, службы в армии, в жизни 22-летнего парня есть еще настоящее призвание – спорт. Впервые на лыжи Алексей встал, когда ему было 4. Тогда, в рамках «Лыжни России», он стал самым юным участником. Это исторические кадры из 2005-го. Спустя несколько лет, в 2011-м, лыжи постепенно займут большую часть времени мальчика. А вот винтовка и биатлон прочно вошли в судьбу Алексея в 2015-м. И сложности на пути были. Не сразу у спортсмена заладилось со стрельбой. Биатлону надо как-то созреть, потому что, ну что такое стрельба? Она все в голове у спортсменов. Ты можешь на всех тренировках стрелять ноль, а выходить на соревнования, выходить на старты – ты просто не попадаешь. Такое бывает. Чтобы такое бывало как можно реже, подход к тренировочному процессу почти научный. Скажем, в прошедшем сезоне пришлось перекраивать подход к тренировкам и условия подготовки прямо в разгар соревнований. Как результат, в конце сезона Алексей собрал волю в кулак. На первенстве России в Увате, которая проходила в два этапа, Рязанец занял 13-е место в спринте и 22-е в гонке-преследовании. Дальше был Ханты-Мансийск. В Ханты-Мансийске я тоже, находясь в отпуске, не выдержал, полетел просто туда посмотреть. Ну, вот там вот сложилось такое удачное выступление в индивидуальной гонке. Два штрафа было. На третьем, на четвертом рубеже по одному промаху он допустил. Сначала шел, боролся за топ-3, боролся за подиум. Ну, вот в конце, на последнем круге немножко не хватило. Четвертое место – попадание в цветы, попадание в цветочную церемонию. И норматив мастера спорта. Закрепился в резерве сборной команды страны. Мы видели списки. Это, опять же, ничего абсолютно не меняет. Но я продолжаю все так же тренироваться со своим тренером. Ну, мотивирует, скорее всего, недоброжелатели. Люди, которые говорят, вот ты ничего не добьешься. Наверное, такие. Ну, естественно, люди, которые за тебя радуются, которые за тебя поддерживают. И прямо сейчас самое время ставить новые цели. Активное лето начнется для спортсменов спортшколы «Алмаз», в том числе и для Алексея, с работы на комплексе. Инфраструктура позволяет выполнять 90% необходимой работы. Дальше сборы. Традиционно кисловодско-оздоровительные. В июле – Раубич или Рыбинск. В августе – Пермский край. И высокогорье. Сочи – Олимпийская трасса «Лаура». Дальше – участие в летнем чемпионате России по биатлону. В октябре – ранняя вкатка в лыжном тоннеле в Петербурге и новый соревновательный сезон, который покажет, как поработали рязанские биатлонисты. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».